Итак, продолжение. Вторая часть. Рассказываю выдержки из книг «Звенящий кедр России» Владимира Мегре. Рассказ Анастасии. Военачальник успел отдать приказ части подоспевших лучников приготовиться встретить всадников ведруских грядом стрел. Но всадники, оказавшись на расстоянии, когда можно было поразить стрелой, вдруг соскочили со своих коней и побежали рядом с ними. Приближившись вплотную к войску римлян, молодые ведрусы образовали овал, в середине которого находилась половина отряда и лошади. Вторая половина, врезавшись в ряды строившихся римлян, вступила в бой. В каждой руке ведрус держал меч. Они одинаково ловко орудовали правой и левой рукой, но не разили на повал, а выбивали из рук оружия противника и не ранили смертельно. Военачальники и обезоруженные римские легионеры не давали возможности сразу подойти и заменить их новыми солдатами. А раненые и обезоруженные римские легионеры не давали возможности сразу подойти и заменить их новыми солдатами. Небольшой отряд ведрусов стремительно пробил себе дорогу к шатру главного военачальника. Радомир мечом разрубил засов на клетке, в которой находился старик ведрус, поклонился ему, потом взял его за стан и легко подняв посадил на лошадь. Двое молодых воинов из отряда Радомира схватили главного военачальника, бросили его на круп другой лошади и увлекли в середину своего овала. Быстро пробивая себе дорогу, ну не в обратном направлении, а вперед, отчаянный отряд, и вскоре они вышли из толчаи войска римского, вскочили на своих лошадей, но проскакав несколько минут остановились на небольшом пригорке, спешились, почти все легли на траву, раскинув руки и замерли. Плененный римский военачальник с удивлением увидел, лежащие на траве ведрусы крепко спали, их лица благостные улыбки осветляли, мирно траву щипали рядом с каждым спящим их скакуны, лишь два дозорных наблюдали за действиями римских войск. Оставшиеся бесполководцы, римские военачальники, некоторое время спорили, обвиняя друг друга в случившемся. Потом спорили, кому принять командование и как действовать. В конце концов, решили отправить в погоню за отрядом ведрусов тысячу конников, почти всю свою конницу. Остальным следовать по направлению погони, на случай непредвиденных событий или пополнения отряда ведрусов новыми силами. Хотя основной причиной данного решения был страх. Тысячный отряд хорошо экипированных всадников устремился в погоню. Как только ряды конных римлян стали выезжать из лагеря, один из воинов отряда Рдомира, сидевших на коне, протрубил вражок. Лежащие на земле ведрусы тут же вскочили, взяли под ушцы своих лошадей и побежали. Отдохнувшие после боя ведрусы бежали очень быстро, но мчавшаяся за ними конница римлян медленно, но все же настигала убегающих. Командир конницы в предвкушении удачи настичь убегавших отдал приказ протрубить ускорение скачки. Трубач затрубил. Пришпоренная тысяча уже и так взмыленных лошадей ускорила уже и без того бешеную скачку, сокращая расстояние до убегающих от них ведрусов. Оставалось совсем немного. Возбужденный командир еще раз потребовал ускорить погоню. И снова затрубил турбач. Упали запаленные несколько римских лошадей от бешеного галопа. На них никто не обращал внимания. Римские всадники уже выхватывали из ножен мечи, чтобы поразить убегавших. И вдруг, по звуку рожка, все бежавшие ведрусы вскочили на своих лошадей. И расстояние между догонявшими стало увеличиваться. Плененный римский военачальник понял, ведрусы сберегли силы своих коней и теперь их не догнать. Они и под стариком ведрусом, и под ним сменили лошадей. Еще увидел римлянин, что они не сидели, а ничком лежали на крупах лошадей своих ведрусы. За гривы уцепившись, они снова спали. Подумал о римлянине, зачем сейчас им силы восстанавливать свои. И лишь впоследствии он смог понять. Римляне, возбужденные погони, яростно били своих лошадей. Те падали под ними. Но и наиболее выносливые, несшие во время погони на себе тяжелых в доспехах всадников, не могли догнать не уставших от погони лошадей ведрусов. Начальник конницы, когда смог осознать, что не догнать ему отряд ведрусов, остановился, спешился, всем приказал. Но было поздно. Часть лошадей уже запалилась и на колени падала. Всем отдыхать команду дал начальник римской конницы. И тут увидели солдаты. Спешившиеся с лошадей уставших, как прямо на них отряд ведрусов вихрем мчался. Держали всадники молодые по два меча в каждой руке на изготовье. Вдоль края спешившихся римлян они скакали и ранили солдат. Из рук оружия их выбивали. И ужас охватил весь римский легион. И побежали все они к подмоге, что за ними пешей шла. А за бегущими отряд ведруский на лошадях скакал. Но почему-то их не догонял. Не трогали упавших от усталости римских солдат ведрусы. Толпа уже бегущих... Толпа уже не бегущих, а тяжело идущих, качающихся от усталости воинов остановилась. Остановилась в раз. Увидев перед собой Радомира С двумя мечами и всадниками за ним И всадников за ним Сил полных и спокойных На землю опустились римляне. И кто еще имел оружие Перед собой Его сложили. И обессилев Пред ведрусцами Расправы стали ждать. С товарищами Радомир Пошел среди сидящих На траве римских солдат. Мечи ведруские Покоились в чехлах И говорили Радомир Товарищи его С солдатами о жизни. И сняв повязки с головы Сплетенные из трав Давали раненым солдатам Рима К ранам приложить Живительные травы И останавливали травы кровь Из ран сочившуюся И убирали боль. И главного военачальника Отдали региону Римскому. Так. Точка. И следующее повествование Уже следующее. То, что было. Здесь все ясно. Что произошло. И следующая страница Уже с другого эпизода начинается. То есть продолжение. Входили в Рим Колонны, Строенные из похода, Возвращаясь на Ведическую Русь. Был император Извещен гонцами О странностях, Случившихся С отборными солдатами Из легионов Рима. Когда увидел Сам своих солдат И командиров. Смущение Несколько недель Не покидало императора. Потом Издал приказ Он тайный. Отряды все Что шли походом На Ведическую Русь Солдат и командиров Из армии Убрать. И в разные Концы империи Их расселить. Строго запретить Даже в кругу Своих друзей И самых близких Родственников О том походе Говорить. Сам император Больше никогда На Русь С войной Войска не посылал. И в книге Тайной Написал Преемникам своим. Коль сохранить Империю хотите Войны С ведрусами И в мыслях Не ведите. Неглупым Император был. Он понял Что Он понял Когда воинов С похода Возвратившихся Увидел. Его войска Вернулись Целы Невредимы Но нет Добычи С ними И нет В их Элицах Злости Нет Желания С солдатами Служить Если Таких Оставить В армии Имперской Кто знает Может быть Подобным Нежеланием В бой Вступать Они Всю армию Империи Способны Заразить Преемник Императора Все Все Попытался Вновь Завоевать Ведрусов О тактике Их Многое Узнав От тех Кто с ними Ранее Соприкасался Он Десять Тысяч Воинов В поход На Русь Направил И подошли Солдаты Вновь К селению Ведрусов Небольшому И стали Лагерем И укрепления Соорудили Быстро Гонцов Призвать Старейшин Снарядили А в час Назначенный Военачальники Увидели Идут В их лагерь Грозный От селения Ведрусского Лишь Девочка Лет Десяти Да с ней Малыш Летан К пяти Пред ними Раступились Воины И дети В центр Лагеря Между Собою Споря Шли Малыш Дергая Сестру За юбку Говорил Когда Палашечка Сестричка Ты мне Не дашь Переговоры Самому Вести Я Тебе Подумаю Негоже Что ж Ты Удумал Обо мне Негоже Сорванец Сестра Спросила Брата Подумаю Я Тебе Палашечка Сестричка Что Девка Дюжа Вредную Ты рождена Негоже Думать Так Негоже Вот И дай Чтоб Я Переговоры Вел С врагами Когда Я соглашусь Как Будешь Думать Обо Мне Подумаю Как Как Всех Красивее Умней Умнее И добрее Моя Палашечка Сестричка Переговоры Братик Ты Начни Негоже Мне С пустоголовами Общаться Перед Военачальниками Дети Встали Смело И Младший Брат Сказал Военачальникам Нисколько Не волнуюсь Мой Тетечка Всем Сообщить Вел Что В нашем Селении Праздник На Капище Сейчас Творится Он Каждый Год Проходит Там И Каждый Год Народ Весь Веселится На Капище Негоже Так Мой Тетечка Сказал Негоже Ему От празднеств Отрываться И с вами О пустом Болтать Меня Послал Сестра Вот Увязалась Военачальный Главный Даже Взвизгнул От речей Дерских Малыша Он Побледнел Замеч Схватился Ты Дерзкое Отроде Как смеешь Мне такое Говорить Рабом До старости Глубокой Будешь У коней Моих Твоя Сестра Многоточие И речь Сестра Ах Дядечки Вмешалась В разговор Сестра Ах Дядечки Быстрее Бросайте Свои Цацки Мечи Щиты И копья Бегите Побыстрее Домой Бегите Что есть Мочи Вон Тучка Надвигается Она Она С пришельцами Совсем Не будет Говорить Она Без Разговоров Может В бой Вступить И развернула Девочка Свой узелок Щепотку Взяв Пыльцы Какой-то Брата Осыпала Брата Обсыпала Потом Еще взяла Остатки На себя Посыпав А тучка Низко Над землей Летела К Стану Римлян Гудела И в размерах Все росла Собой Накрыла Стан А вскоре До спехи Римлян На земле Лежали Щиты Их Копья И мечи Шатры Военачальников Пустые И солдатские Палатки Средь Скарба Римлян Братик И сестра Стояли И братик Говорил Старшей Сестре Своей Поговорить Ты все Мне Не дала С врагами Палашечка Сестричка Я им Не все Сказал Чего Хотел Зато Ты Начал Не Сердись Коля Немного Помешала Тебе Ведру Своину Защитнику Родной Земли Да ладно Буду думать Все Что у меня Не вредная Красивая И добрая Сестрица Среди Доспехов Брошенных Ступая Шли К своему Селению Сестра Красавица И брат Совсем Казалось Небольшую Удаляющаяся Тучка Небольшой Но в ней Все Десять Тысяч Отворных Войнов Из Рима А В В В В ужасе Домой Бежали И падали И вновь Вставали И вновь Бежали Ужасом Охваченные Ведрусы Просто Ведрусы Просто Вынесли Решение В поместье Каждом А их Вселение Было Более Двухсот Каждый Открыл По Десять С пчелами Колод В каждой Колоде Пчел Примерно Пятнадцать Тысяч Было Вот Сколько Всего Пчел В тучке Получалось Вот Так И Продолжали Жить Счастливые Ведрусы Не зная Воин Не ведая Беды Веками Не были Страшны Никакие Внешние Враги И все же Русь Была Покорена Когда Поддавшись На уловки Хитрые Собою Силу Супротив Себя Произвела Конец Повествования Или Конец Отрывка Интереснейшего И в конце Очень Грамотное Заявление Собою Супротив Себя Произвела Силу Именно Так Каждый Из вас Рождает Войну Противодействие Сопротивление Агрессию Сам Против Себя И на этом Я завершаю Это видео Думайте Сами Решайте Сами Как Как Теперь Жить Как Теперь Выстраивать Свою Жизнь Из Кого Брать Пример До Следующих Встреч